В самой Америке сегодня Даллас остается на первом месте в заголовках новостей. Город, где снайпер застрелил президента Кеннеди более полувека назад, кажется, дал имя целому синдрому, связанному с прицельной стрельбой. Выясняется, что пятерых полицейских убил один преступник, действовавший без сообщников. Первоначальная версия рассыпается на фоне новых протестов против произвола полиции. Тимур Сиразиев в США наблюдает. Это наш город, и мы устали молчать. Они подняли руки, чтобы все видели, у нас ничего нет. Протестующий Феникс оттеснят полицейских. Посмотрите, за моей спиной толпа народа. И знаете что? Эти люди пришли сказать, хватит, нам это надоело. Жизни черных имеют значение. Все жизни имеют значение. И мы пока только говорим, ничего больше. Протесты захлестнули всю Америку. Нью-Йорк, Вашингтон, Новый Орлеан, Лос-Анджелес, митинги везде. В Атланте тысячная толпа заблокировала движение по мосту. Где-то протестующие намеренно провоцируют полицейских, а где-то они от слов уже перешли к делу. Только за последние сутки в США совершено три вооруженных нападения на людей в форме. Ранены двое стражей правопорядка, убит один нападавший. Спусковым крючком, запустившим волну насилия, стали убийства в Далласе. Во время митинга против полицейского произвола застрелены пятеро полицейских, семеро ранены. Трагедия случилась далеко от того места, где в 63-м снайпер убил президента США Джона Кеннеди. Я думаю, это все ужасно. Я пыталась объяснить это все своему 10-летнему сыну этим утром, когда он увидел новости. И я не смогла найти правильных слов ни для одного из случаев. Ни для расстрела темнокожих, ни для расстрела полицейских. Установлена личность стрелка. 25-летний Мико Джонсон воевал в Афганистане, даже был награжден медалями. Убит при задержании, как пишут местные СМИ, на нем был бронежилет. Это дом, в котором и жил Мико Джонсон. Полиция, которая дежурит здесь, сейчас туда никого не пускает, не разрешает даже подойти к этому дому. Мы находимся на окраине Далласа. Это достаточно благополучный район, где живут и белые, и темнокожие. Уже известно, что подозреваемого не было криминального прошлого. Тем сложнее понять, что именно толкнуло бывшего военного на это преступление. В городской квартире Мико Джонсона найдена взрывчатка, ружья, боеприпасы. Доказательств его связи с террористическими группировками нет. Официальное заявление полиции. Стрелок был один и вел огонь с многоуровневой парковки. Правда, в этом случае непонятно, кто тогда был стрелок, а стрелил полицейских на улице. Вот эти кадры, снятые одним из очевидцев. Сам Даллас словно вымер. На центральных улицах никого. Квартал, где произошла трагедия, по-прежнему оцеплен. После трагедии все массовые шествия в Далласе запрещены. Свои чувства жители города выражают здесь словами и оставляют подписанные открытки около отделения полиции. Вы видите, их очень много, но смысл везде практически одинаковый. Спасибо за службу, вы наши герои, мы всегда будем помнить вас. Даллас хочет показать всей стране, мы едины. Сейчас это особенно важно. Журналисты отмечают, после убийства полицейскими двух афроамериканцев общество еще больше раскололось. Можно провести некоторые параллели с 60-ми. Исследователи говорят, и статистика подтверждает, нападения на полицейских в то время стали ответом афроамериканцев на десятилетия неравенства и жестокого обращения. Но ни в 60-е, ни в 70-е мы не видели ничего подобного тому, что произошло в Далласе. Данные статистики. Полиция в США открывает огонь по чернокожим в два раза чаще, чем по белым. Но по мнению Бориса Хургина, этому есть объяснение. Он живет в Америке 20 лет. Нередко афроамериканцы сами провоцируют полицейских. Они знают, что они делают, и они очень четко выполняют инструкции. Вот это выполнение инструкции, это может быть как бы одна из проблем. Потому что у полицейского нет времени думать о том, стоит нажимать на курок или нет. На кону его жить. У них абсолютно нет времени на размышления. Эти выстрелы не в цвет кожи. Эти выстрелы в человека, который не подчиняется требованиям. А требования могут быть жесткие. Требования могут быть иногда излишне жесткие. Но у полицейского нет выбора. Сами афроамериканцы говорят о расовой дискриминации и намерены митинговать до тех пор, пока отношения к ним не изменятся. Тимур Саразиев, Павел Байдалов, Григорий Емельянов, Первый канал, Даллас, Техас.